Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать в литературной гостиной журнала Симбирск. Сегодня мы предлагаем вам, дорогие зрители, встретиться с поэтом Татьяной Борисовной Толоконниковой. Татьяна Толоконникова родилась в Великом Новгороде, училась в Ростовском Государственном Университете и с 1994 года живет и работает в Ульяновске. Татьяна Борисовна – член Российского Союза профессиональных литераторов, а еще много лет она руководит Клубом поэтов в Центральной городской библиотеке имени Гончарова. В первом номере журнала Симбирск за 2021 год опубликована поэтическая подборка Татьяны Толоконниковой в рубрике «Юбилеи». Итак, слово Татьяне Толоконниковой. Спасибо, Елена Викторовна, что вы пригласили меня сюда. Скажу несколько слов о Клубе поэтов. В ноябре 2020 года нашему клубу исполнилось 25 лет. Вы, Елена Викторовна, начинали этот клуб и 8 лет совершенствовали. А потом, как дитя передали мне, и уже дальше я наше общее дело продолжила, «Ну так, как я вижу и как могу». Мы даже уже четвертый сборник выпустили «Альманаха», то есть сборник стихов членом клуба. Вот, четвертый показываю, даже с цветными вклейками, вот видно, да. По нашему великому сожалению, ушла в лучший мир Лилита Николаевна Козлова, которая всегда помогала, была редактором сборника «Стихи по кругу». И пришлось взять мне это на себя, стать редактором. И это очень трудно. Корректором была Татьяна Мельник. Но, слава Богу, мы справились. В качестве гостей мы пригласили побратимов из Феодосии. Теперь ведь телемост можно устраивать. Мы устраиваем с Феодосией, вот, с их клубом поэтов, тоже в библиотеке. И вот мы, значит, когда им сказали, что мы выпускаем сборник, они говорят, а нам, у нас тут трудно. И мы пригласили, и вот когда уже сборник под Новый год к ним пришел, они были так рады, что такой подарок мы им тоже сделали, что выпустили вместе. Вот в конце там есть и Феодосийцы. Ну, что я ищу? Клуб у нас состоит из очень разных творческих личностей. Но дело в том, что есть нечто общее между нами. Вот прочитаю, что здесь написано. Это объединение близких по духу людей, которым хочется внести в этот мир красоту и любовь, надежду и веру. И это именно так. Вот чем наш клуб особенный, можно так сказать? Собираясь каждую четвертую пятницу на Кирова-40. Кстати говоря, если кто-то из поэтов не знает куда, тут Кирова-40, каждую четвертую пятницу. В пять часов собираются поэты, читают свои стихи, презентуют свое творчество, слушают песни. У нас вот особенность, у нас барды есть. Барды, музыканты, которые на свои стихи и на стихи друзей поют песни. Ну, вот я назову, да, к сожалению, ушедший от нас Евгений Белянин. И ныне здравствующий Борис Блохин, Сергей Кочетков, Резида Кафидова, Валерий Ветров, Валерий Калошин у нас. То есть у нас много музыкантов, и это придает какую-то особенную такую вот лиричность. И всегда мы уходим с подъемом, когда заканчивается мероприятие. Не умеет тебя заменить. С новой верой в постоянство повторяю, что нужно жить. Пусть наши встречи будут кратки и расставания нелегки, где островерхие палатки и с плеч усталых рюкзаки. Забываться уметь устало, в мелочах красоту любить. Как бы трудно в пути не стало, повторяю, что стоит жить. Ах, как может дорога тревожить, как умеет заставить забыть. Непременно она мне поможет просто жить и с надеждой жить. Пусть наши встречи будут кратки и расставания нелегки, где островерхие палатки и с плеч усталых рюкзаки. Пусть наши встречи будут кратки и расставания нелегки, где островерхие палатки и с плеч усталых рюкзаки. Где островерхие палатки и с плеч усталых рюкзаки. И еще у нас не принято критиковать. Почему, скажу. Критиков много на свете. Но если не заполнить пространство позитивом, красотой, возвышенными чувствами и словами, то вся эта критика, она не нужна. Человек, посещая клуб и слушая другие стихи, он совершенствуется, самосовершенствуется. Я это вижу на протяжении многих лет. Вот. И поэтому так происходит. Я продолжу. И как-то я прочла, что мы пришли в этот мир учиться и любить. Я так задумалась. Учиться и любить. Любить. Учиться. Учиться. Любить. Вот согласитесь, это открытие. Вот я даже книгу назвала «Время любить». Вы знаете, если человеку становится скучно, значит, ему что-то надо менять в своей жизни. Искать себя. Себя внутреннего, не внешнего. У нас есть внутренний наблюдатель. Он редко появляется. Но если он появляется, это привносит нечто особенное в нашу жизнь. Со мной тоже так было. И моим открытием стало, что есть путь. И это путь не от рождения до смерти. Он путь бесконечен, как бесконечное самосовершенствование. Однако сознание своего места во Вселенной, на планете, в процессах, которые идут здесь и сейчас, это работа, которую надо выполнять. И выполнять с любовью, выполнять достойно и осознанно, насколько это возможно каждому из нас. Ум имеет дело с внешними объектами, и только сердце с внутренней бесконечностью мира. Вот поэзия, она как раз апеллирует к сердцу. Чувства, которые искренне может поэт передать в своих стихотворениях, они напрямую проходят к сердцу, минует цензуру ума. И сердце принимает или не принимает то, что услышано или прочитано. И у нас есть такая, любимая всеми нами, но уже ушедшая, Зинаида Александровна Миркина. Вот я прочту вам, что она написала. И нет конца поэзии, нет края, Нет остановки, завершения нет. Она идет на душах, Оставляя свой тайный отблеск, Серебристый светом. И ее движение невесомей дыма Проходит ниоткуда в никуда. Кто не сотрет пыльцы ее незримой, Спасется в день последнего суда. Посмотрите, духовидица, Прекрасная поэтесса и философ Сказала, спасется в день последнего суда. Стоит подумать, почему. Итак, давайте обращаться к сердцу. Это наш камертон. Как-то я к своему сердцу обратился И написал такое стихотворение. Ты о чем? Мне казалось напрасно Ворошить, ворожить, горевать. Что ж ты шепчешь? Невнятно, неясно. Что ж тоскуешь? Опять и опять. То поманишь из дома и будни, Переполнишь сумятицей дел, То, как пес неразумный, Приблудный, Ждешь, чтоб кто-нибудь душу согрел. Я тебе не пытаюсь перечить, Ты ж творящему свету родня. В несказанный серебряный вечер Слава Богу, ты есть у меня. И как-то я прочла у мудрецов Востока Такие слова Человек есть то, о чем он думает. Такова извечная тайна. И поэтому, наверное, давайте Плавно перейдем к лирике, С которой я вас сегодня хочу познакомить. Стихотворение называется «Зимние колокола». Евгений Григорьевич написал На эти слова прекрасную песню, Но теперь его с нами нет. Но диск есть. Кстати говоря, диски С песнями на мои стихи Выпустили многие музыканты, Некоторые я вот тут положила посмотреть. И так зимние колокола. Зима закружила, И черные полосы Все замела Над снежными далями Праздничным голосом Колокола. Ты можешь не верить, Но так получается. Все впереди, А то, что болело, Уже не считается. Не береди. Усталому путнику Только и нужно-то Душу согреть, И вот уже солнечно Музыка кружится, Хочется петь, Уже разгорается За километрами, За километрами рдея закат. А струны натянуты Шалыми ветрами Струны звучат. И ты не пытаешься Сердцу советовать, Сердце корить. Зима наступила, И время не сетовать, Время любить. И зима, Я вдалей, Это мое время, И для меня Это время раздумий, Это время, Когда не надо Думать о внешнем, Надо думать больше О внутреннем. И такое стихотворение. Зима, Это время Открытий Глубинных Движений В душе, Прозрений, Исканий, Наитий И взлет На крутом Вираже. Зима, Это светлое чудо, Прощение Ушедшему в ночь, И радостный смех Неоткуда, И жажда Кому-то Помочь. Зима, Рождество, Белоснежье, Неториный путь Впереди, Доверие Любви И надежде, И жаркому сердцу В береге. И вот как-то Я иду Под Рождество Снег Сыпет по Камышинскому Бульвару Красота. И я задумалась О том, что для нас, Для каждого Рождество Не только елка И вокруг Хороводы, И все такое, Это что-то, Что должно Внутри Провизойти. Такое стихотворение, На него тоже написана Песня Ирины Николаевны Мартыновой, Вот, Тоже в диске есть. Так тихо лиловый закат Догорел, Так нежно, Как сердце Звучало, И кто-то Неслышно С небес Посмотрел, Напомнив Начало, Начало, А снежные дали Звездой Рождества Томили и звали И пели, И стрелки Кружились Заметно едва В чарующем Вихре Метели. И все повторилось, Надеждой светя Я елку В душе Нарядила, Чтоб чистое, Светлое Сердце Дитя Завещанной Ночью Родилось. Я двери Открыла, Друзей Позвала, Велела Уняться Метели. И первую Гость ей Звезда Рождества Стояла В детской Постели. И вы знаете, Детство у меня Прошло В Ростове На Дону, Довольно Жаркий Регион. И про Лето У меня Немного Стихов, Но все-таки Есть. Так Хочется Снова Почувствовать Лето Истому. Босыми Ногами Горячую Пыль Поднимать Тяжелые Ведра Нести До Отцовского Дома И видеть, Как Любящим Сердцем Волнуется Мать. Сладчайшего Запаха Белой Акации Выпить И тело Пругую Легкость Внезапно Вернуть. Наверное, Что-то Хорошее Все-таки Выйдет. Быть может, И нужно Лишь Руку Тебе Протянуть, Когда Несомненное Божье Родное Участье Доверье В груди Расцветает Без Без Всяких Примет. И я Не прошу У него Лучезарного Счастья. Стою На ветру И блаженно Вдыхаю Расцвет. Люблю Солнце Когда Солнце Светит У меня Энергия Люблю Солнце Может, Детство Отражается Ну и люди Как Солнце Какое Солнце Святый Боже Неописуемый Восторг И кажется Что сердце Сможет Любить Еще Немалый Срок Зачем Твержу Себе Не буду За эту Грань Переходить Но полыхнет Подобно Чуду Любви Связующая Нить Из прошлого Из-под Обломков Того Что было Что сбылось И сердце Яростно И звонко Земную Закачает Ось И опрокинет Безвременье Где все Не то И все Не ты Реальности Слепое Тленье И наваждение Пустоты Опять Потребует Ответа Замрет В пылающей Груди Какое Солнце Сколько Света Не уходи Не уходи Нежнейший Нежнейший Розовый Восход Так тихо Как бывает В храме И хочется Прижаться К маме Освобождаясь От невзгод И верить Лучше Чем Всегда Все будет Просто И прекрасно Ты Поглядишь В глаза Мне Ясно И скажешь Ты моя Звезда Ну и вот Как-то Я помню Мы гуляли Давненько уже По Виновской Роще Всей поэтической Компании И родилось Еще одно Стихотворение Ты помнишь Облака Менялись В бездонной Синеве Небес И сладким Запахом Парила Поднимем Левшая Трава Вода Манила Совершенством И неуместными Слова Казались В этом Море Света И неизбежности Чудес И что-то Нас Объединило Волною нежности Наполнив Неповторимые Мгновения Не предусмотренные Быть Летящих Судеб Кратко Встречи Блеснуло Чтоб Разъединить Нас На ионы Звездных Чисел А радости Простой Наполнив И мне казалось Мироздань Твоей Улыбкой Ликовала И голосом Твоим Шептали Цветы Жасмина В пальцах Нежны Тобой Запила Орган Господен О встречах Будущих И прежних И сердце Сняв Доспех Железный Вновь Благодарностью Звучало Такая вот Философия Кто ты И кем ты Станешь Позже Не знаешь ты Не знаю я Но горний мир Тебе дороже Чем наша Бедная Земля Не уходи Не уходи Побудь со мною Побудь со мной Пока мы здесь Закатом Звуками Весною Побудь со мною Всем Что есть Развоплотишься Пожалеешь Что мог И не подал тепла Взгляни И ты еще успеешь Пока звонят Колокола Одешелить себя Работой И нагрузить Заботой Плодь И слышать Как вызывает Кто-то И откликается Господь Я уже Ничего Не хочу И совсем Ни о чем Не жалею Я тоской Безнадежно Болею Чем ударился Тем лечу Я тоской Безнадежно Болею Чем ударился Тем лечу В синем сумраке Спит пустота Странно Пахнет Аиром И мятой И не важно Она Виновата Или ты Просто все Суета И не важно Она Виновата Или ты Просто все Суета Соглашаясь Со мною Дожди Голося Причитая Протяжно Мир мой Выцвел Под пологом Влажным Что же Сердце Все шепчет Дождись Мир мой Выцвел Под пологом Влажным Что же Сердце Все шепчет Дождись Продолжение следует... Я уже Ничего Не хочу И совсем Ни о чем Не жалею Я тоской Безнадежно Болею Чем удариться Тем лечу Я тоской Безнадежно Болею Чем удариться Тем лечу Безнадежно 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 Которая относится ко всей моей жизни Прекрасное солнечное утро Еще одно, еще одно Устроен мир светло и мудро Пьянит, как старое вино И я иду по воле вышней Попутный ветер, кораблю В моей судьбе никто не лишний Я всех вас искренне люблю